МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты уверены, большое количество снега пойдет на пользу будущему урожаю. На сегодняшний день в хозяйствах района засыпано с осени 23-го года семенной материал более 100%. На весенние полевые работы готовятся выйти больше 300 тракторов. Техническая готовность 85%. Горячее питание бесплатно. 90% тех, кто приходит поесть горячей еды, это наши дорогие пенсионеры, наши бабушки, дедушки. В Ольметьевске появится приют человека. Куда пойти учиться? Я вдохновился ее рассказами, и я тоже хочу стать травматологом и в дальнейшем помогать людям, лечить их и работать во благо народа. Врачи Ольметьевской ЦРБ и студенты-медики рассказали школьникам о своей профессии. За полгода превратила мечту в реальность. Что-то такое волшебное, что-то, я не знаю, стоя вот на колоколах, на колокольне, под колоколами даже испытываешь какое-то невероятное чувство. Захотела стать звонарем и придумала уникальную схему для записи колокольной мелодии. Это новость Юго-Востока в студии Елена Бауэр. Здравствуйте. В Татарстане снова ждут снегопад. По прогнозу, погода ухудшится сегодня с 8 вечера и сохранится до 6 вечера завтрашнего дня. МЧС предупреждает, что на дорогах возможны снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров. Метели ветер могут стать причиной обрыва линии электропередач, схода снега и льда с крыш. Чтобы не оказаться в опасности, жителям рекомендуют не стоять возле плохо закрепленных конструкций и обходить места скопления снега и наледи. В три раза больше снега вывезли в этом году с улиц Альметьевска. Такие данные в сравнении с прошлым годом приводит ГУАТ. С начала года на полигон вывезли 168 тысяч кубов снега. Седьмая часть из этого объема вывезена только за последние три дня. Это 24 тысячи кубов. Работают круглосуточно. Очищаются улицы в порядке очереди. У нас приоритет улицы есть. Где большие улицы, где трафик. Трафик, транспортные средства. Очень много ездит. И где граждане передвигаются. На таких улицах у нас, как бы вы уже знаете, это соцобъекты, это больницы, это где подъезды прилижены к школам. Есть центральные улицы у нас. Ежедневно на смену выходит порядка 45 единиц техники. МОПГУАТ просит жителей с пониманием отнестись к работе дорожных служб. И по возможности, когда видят работу техники, не оставлять в зоне очистки свои автомобили. К другим темам. Сельские хозяйства Альметьевска готовятся к посевному сезону. Работы начнутся после того, как растает снег. И как заверили специалисты, большое его количество в этом году пойдет на пользу урожаю. Какие культуры планируется засеять и на какой стадии подготовка к сельскохозяйственной технике, расскажет Маргарита Трегубенко. Работа в сельском хозяйстве Кичучатово идет полным ходом. К сожалению, попасть в амбар нам не удалось из-за большого количества снега. Но нас заверили, что семена, минеральные удобрения уже заготовлены. А что-то даже посеяно. На сегодняшний день в хозяйствах района засыпано с осени 23-го года семенной материал более 100%. Это более 8 тысяч тонн яровых семян, яровых культур. Посеяно было 23-м осенью 23-го года под урожай 24-го года озимых культур более 15 тысяч гектар. Состояние озимых хочется отметить как удовлетворительное, хорошее. Содержание сахаров более 20%. Это хороший очень показатель. Фанис Шарафеев также отметил, что в этом году очень высокий снежный покров, который пойдет на пользу сельскохозяйственным культурам. Агрономы ожидают хорошего накопления влаги. Сеем пшеницы, ячмень, горчицу, гречиху, овес. Схожести по протоколам испытаний у нас 99%. Также закупили минеральные удобрения, в частности, оменьшеную селитру. В данный момент 230 тонн. Все в достатке. Большое внимание уделяется сельскохозяйственной технике. В машино-транспортном парке имеется и всем известный трактор «Беларусь», и новые зарубежные машины. Последние, к слову, оснащены кондиционерами. Согласно плану подготовки к весенним полевым работам, у нас задействовано больше 15 техники. В основном прицепную технику, которую возможно ремонтировать здесь, в этих условиях, стараемся выполнить помещение. А уже агрегатирование, уже другие виды технического обслуживания, уже после того, это ближе к весне. Ремонт техники начинается с осени, после окончания сезона. Для этого составляется график, план, в соответствии с которым проводятся работы. Здесь, в Качучатово, имеется теплый гараж, в котором ремонтировать сельскохозяйственную прицепную технику комфортнее. Несмотря на кадровый голод, работает хозяйство по графику. Помогает при влечении специалистов из других районов. Готовность машинно-транспортного парка на сегодня более 85%. Сельхозпредприятие района, по словам начальника управления, имеет более 300 тракторов, а также большое количество сельскохозяйственных орудий. Пассивные работы начнутся, как только снег сойдет с полей. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Жителей Альметьевска заинтересовало появление нового павильона в городе. Вывеска гласит «приют человека». Его недавно установили на улице Шевченко возле первого дома. Оказалось, что здесь планируется раздача горячего питания для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Например, не этот. Хочет на вынос. Без проблем можно на вынос. То есть будут специальные такие посуды. Эту посуду опять же надо будет согласовать, что будет там написано. Или там «Добрый арметь» или еще что-нибудь такое из этой серии. Это не единственная точка. Проекту «Приют человека» уже 10 лет. Первый появился в Казани. На сегодняшний день уже функционирует 6 точек. В Казани, Менделинске, Ульяновске, Зеленодольске. Количество выдумаемых порций в день в Казанском приюте человека – 2000 в день. Место было согласовано с администрацией нашего города. И сколько мы знаем, здесь проживают также и нуждающиеся, и бабушки, пенсионеры. Вообще, примерно 90% тех, кто приходит поесть горячей еды – это наши дорогие пенсионеры, наши бабушки, дедушки. Еда привозная – это всего лишь пункт раздачи. Работать здесь будут волонтеры каждый день. Открытие приюта человека планируется на этой неделе. Точную дату организаторы сообщат в социальных сетях и путем раздачи листовок. Как проходит обучение, где находится общежитие и что такое анатомический класс. Это и многое другое обсуждали студенты, врачи и школьники, выпускники. В актовом зале детской городской больницы прошла ежегодная встреча. О чем говорили врачи и что показывали школьникам, мечтающим поступить в медицинский вуз, смотрите далее. У меня мама медика как-то от нее, наверное, исходит. Ну, сама захотела. Мама такая, ну давай. Почему нет? Румие 17 лет. Она учится в хим-биоклассе 25-й школы. Ее мама – онколог, и решение о будущей профессии школьницей было принято однозначно. 3 февраля в детской городской больнице прошла встреча в рамках республиканского фестиваля «Окхалатлаферштелер». Он проводится ежегодно. Цель – познакомить будущих врачей с профессией. На встречу пришли учащиеся медицинских классов. Хочу поступить в Казанский государственный медицинский университет на специальность «Лечебное тело». Мне очень нравится и близка медицина, потому что у меня и семья практически все оканчивали. Казанский государственный медицинский университет. У меня очень большое желание. Дело в том, что я вдохновлен своей бабушкой, которая проработала около 45 лет в травматологии. И зная, какие она трудности прошла и какие были у нее случаи, я вдохновился ее рассказами. И я тоже хочу стать травматологом и в дальнейшем помогать людям, лечить их и работать во благо народа. Школьников познакомили со специалистами, которые работают здесь много лет, а также с теми, кто недавно в коллективе. Студенты КГМУ рассказали о трудностях, с которыми сталкивались и поделились опытом. Для врачей опыт общения со школьниками не первый. Они участвуют в образовании специализированных классов школ города. После окончания семинара для школьников провели экскурсию по детской городской больнице. Главный врач больницы Алмаз Алиуллин тоже окончил КГМУ по специальности лечебное дело. Учебу в университете вспоминает с теплотой и родной альмаматор иногда навещает. Говорит, что профессия врача – это постоянное обучение, поэтому связи с преподавателями и однокурсниками не теряет. Ну, те наши студенты, которые уже приняли решение когда-то стать именно доктором, именно брать на себя эту ответственность, они, несмотря ни на что, ни на какие трудности, ни на какие там моменты, они стараются, они учатся, они все эти трудности преодолевают и становятся уже высококлассными докторами. Наши медицинские вузы все-таки выпускают высококлассных специалистов. Семинар продлился около полутора часов. Участие принимали школы города, где есть медицинские классы. Маргарита Трегубенко, Ильнор Залятов, Новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока и республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. Школьники и учителя строят будки для собак, живущих в пункте временного содержания. Смех без причины полезен для здоровья. Смехозарядка сочетает в себе дыхательные и игровые упражнения. Задача участников – максимально просмеяться. Сегодня, 5 февраля, в православной церкви чтят память Павлина Милостивого. Он жил в 4-5 веке, построил много храмов, писал христианские стихи, а также был основателем традиции колокольного звона. Героиня нашего следующего сюжета – его последовательница. Она стала звонарем полгода назад и придумала свою уникальную схему изображения колокольной мелодии на бумаге. Екатерина Саматова играет на колоколах с осени прошлого года. Сначала смотрела видеоуроки в интернете, потом занялась практикой. Что-то такое волшебное, что-то, я не знаю, но стоя вот на колоколах, на колокольне, под колоколами, даже испытываешь какое-то невероятное чувство. Передавать эмоции колоколами и создавать ими музыку девушке помогло большое желание обучаться и опытный наставник. Обучал местный звонарь, часовня. Вот здесь на часовне я играю в Тихоновском храме. Он, в принципе, показал только технику. А там уже дальше я сама. Екатерина росла в религиозной семье, где соблюдали обычаи и чтили православные традиции. Также всегда рядом была музыка. Мама, папа, бабушка и дедушка все умеют играть на музыкальных инструментах. Девушке такая наследственность помогла быстрее освоить новое увлечение. Она сама придумала схему для обозначения колокольной мелодии на бумаге. Это как бы нотный стан из трех. Палочек таких длинных. Почему взяли именно из трех? Почему из трех? Потому что вот три, как бы... По три колокола? Нет, это три. Вот они же по частям разделенные. Вот зазвонные это первые. Средние подзвонные и благовестные. Шпаргалка помогает молодому звонарю не сбиться и сыграть правильно. Тем более, как рассказала Екатерина, колокола на разных колокольнях могут отличаться. Неизменно то, что они поделены на части. У каждой из них свое уникальное звучание. Благовест, он, получается, он главный. Он созывает. Вот эти средние. Средние какую-то мелодию же создают. А вот эти зазвонные, они выполняют торжественную такую функцию. Мелодии для старинного искусства игры на колоколах Екатерина ищет на просторах интернета. Если композиция понравилась, она записывает ее схематично. А дальше дело техники. Екатерина признается, что хотела бы стать профессиональным звонарем и окончить специальную школу. Но в Альметьевске такой нет. А выезжать в другие города она не может. А в Сихоновском храме она звонит каждую службу по праздникам и в выходные дни. Школьники вместе с учителем технологии изготавливают будки для собак. Пункт передержки животных находится на территории Бавлов. К изготовлению будок приступили в конце января. И в скором времени планируют закончить. Таким образом, учители и ребята хотят внести свою лепту в решение проблемы приюта для животных. Сначала, конечно, изготовили чертеж, сколько на сколько будем делать. Обсудили это все с ребятами и уже начали. Размеры разные или одинаковые стандартные? Одинаковые стандартные. Сколько размер там будет? Решили 60 на 60 сделать, но еще там у нас как терраса небольшая, вход. Материалы нам предоставил КФХ Минулин. Они нам их отшлифовали и уже чистенькие сюда мы привезли. Для изготовления будок использовали дерево. Будки в пункт передержки для собак планируют отвезти в этом месяце. С традиционной йогой все знакомы. А с йогой смеха? Занятия по смехотерапии проходят в Лениногорске. Везет их одна из немногих инструкторов по радости Фарида Усманова. На одном из уроков побывала и съемочная группа. Смех без причины – это полезно для здоровья, считает инструктор по радости Фарида Усманова. Она прошла тренерский курс в Академии йоги смеха в июле прошлого года. Первыми учениками женщины стали друзья. Дальше по принципу сарафанного радио образовался целый костяк участников. В начале осени инструктор по радости открыла свою группу с постоянными участниками. Мне нравится этим заниматься, потому что люди приходят в одном состоянии, уходят в другом. Многие не могут даже улыбаться. И вот они в процессе занятий, у них уже появляется улыбка и состояние улучшается. Йога смеха – не совсем развлечение. Методику разработали в Индии для поддержания здоровья, тонуса и духовного очищения. Смеха-зарядка сочетает в себе дыхательные и игровые упражнения. Здесь задача участников одна – максимально просмеяться. Есть небольшие противопоказания при хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также при хронических заболеваниях дыхательной системы в острой форме, послеоперационный период, чтобы швы не разошлись, потому что когда мы смеемся, здесь же уже идет напряжение. А также беременность больше 7 месяцев. При различных противопоказаниях, при консультации со своим лечащим врачом смеяться можно. Можно просто улыбаться, можно просто смеяться и подхихикивать. 70-летняя Роза Галеева в группе с первых дней. Говорит, до занятий часто пребывала в подавленном состоянии. Йога смеха вернула ее в детство. Она снова научилась улыбаться. Есть изменения и в плане здоровья. Первый день было очень интересно. Сразу столько энергии в организме прибавилось, настроения, столько людей, общения. Потом мы же дышим, значит, у меня были проблемы. Стало улучшаться дыхание за счет этих упражнений. Так как уже возраст, у меня улучшилось кровообращение, и, соответственно, мозг лучше начал работать. Эмоциями от смеха терапии поделились и другие участницы клуба. Действительно, когда приходишь и начинаешь смеяться, забываешь про все, расслабляешься. И, я не знаю, столько энергии к тебе приходит, что хочется жить, хочется летать. Какие-то новые возможности даже, мне кажется, открываются. Другое отношение, по-другому смотришь на мир, по-другому смотришь на друзей, на детей. Как бы на все по-другому смотришь, видишь радость во всем. Желание Фариды Усмановой одно – видеть в Лениногорске больше счастливых, улыбающихся людей. Марина Алтунина, Роман Богатов, Новости Юго-Востока. В Бавлинских селах провели день пенсионной грамотности. Подобные лекции проводятся сотрудниками социального фонда ежегодно. Все о будущей пенсии для вас. Вроде бы вопрос такой, для вас неинтересно, что эта пенсия меня не касается. Сотрудники фонда рассказали старшеклассникам о том, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят. Почему лучше получать белую зарплату. А также говорили о многих других аспектах трудовой сферы. Нам рассказали о том, как улучшить свою пенсию, как нужно работать, какую зарплату нужно получать. Нужно получать белую зарплату, потому что это в будущем нам пригодится. Думаю, что это нужно знать каждому из нас, потому что это всех нас касается. И мы все с этим столкнемся. Организаторы убеждены, что такие встречи помогут молодежи осознать личную ответственность за свое будущее пенсионное обеспечение. Пока такие уроки прошли в четырех селах района. Плавчиха в ледяной воде из Лениногорска Алина Вахитова стала участницей холодных игр в Нижнем Новгороде. На соревнования по зимнему плаванию собрались десятки людей из разных уголков страны, которые не боятся ни мороза, ни ледяной воды. Настраиваем дыхание. А уже резко в воду тоже находить нельзя. И поплыли. Из Нижнего Новгорода Алина Вахитова вернулась не с пустыми руками, а с золотой медалью. В заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем браса она финишировала первой. Поучаствовала девушка из Лениногорска и в креатлоне. В него входили бег, упражнения с гири и заплыв на 25 метров. Со всеми испытаниями Маржиня справилась за 10 минут и 39 секунд и стала второй. 32-летняя Алина, как говорится, за любой движ. Участие в соревнованиях для неё не только борьба за призовое место, а иной способ найти новых друзей, единомышленников. Сколько новых знакомых, сколько спортсменов я узнала. И, естественно, мы там взяли друг у друга контакты, и мы сейчас списываемся, когда в следующий раз, куда мы ещё поедем. А началось всё в 2015 году. В канун крещения девушка впервые окунулась в прорубь. С этого дня Маржиня стала мечтой, на которую она решилась лишь год назад, в 2023-м. К делу Алина подошла с умом, проконсультировалась с теми, кто уже давно закаляется. По совету опытных Маржей начала пребывание в проруби с 10 секунд, каждый день увеличивая это время. Я советую заниматься закаливанием и Маржиня, потому что закаливание – это то же самое, что если ты сходил в баню, прыгнул в снег, облился с ведра даже дома, это тоже один из видов закаливания, контрастный душ – это тоже один из видов закаливания. Да, советую, но всегда нужно соблюдать технику безопасности. Даже если вы сюда пришли, на моржовник, ни в коем случае одному сюда нельзя приходить, всегда нужно быть с кем-то, желательно с инструктором Алиной Вахитовой, потому что она знает, как это правильно делать. И за дня в день любовь к экстремальному виду закаливания у Алины только крепнет. Вместе с коллегами из клуба зимнего закаливания «Синий кит» она принимает холодные водные процедуры ежедневно, иногда даже по два раза – утром и вечером. Своих товарищей Маржиня буквально заряжает энергией. Она очень активна, она как влила новую струю, она начала заниматься пропагандой, привлекать людей. Буквально год тому назад у нас было где-то порядка, может быть, 30 человек, а сейчас у нас уже больше 60 человек. Я в соцсетях случайно увидела Алину, стала с ней общаться. И вот, благодаря Алине я стала сюда ходить. Она, можно сказать, меня за руку привела. А лет вам сколько? Мне 63. А здоровье укрепилось? Здоровье? Ну, я ещё пока не поняла, но у меня такое ощущение, что да. Сейчас в разгаре подготовка к всероссийским соревнованиям в Ёж-короле. Алина намерена занять призовое место. Уверена, все шансы у неё есть. Марина Алтунина, Роман Богатов, Новости Юго-Востока. Фанаты «Спутника» наблюдали в эту субботу за противостоянием альметьевской молодёжки с мамонтами Югры. Предыдущая встреча двух дружин прошла в Ханты-Мансийске в конце января, где югорчане победили со счётом 5-1. В отличие от матча в «Гостях», где было заброшено в общей сложности 6 шайб, в этот раз после двух периодов на табло горели нули. Реальных угроз взятия ворот за первые 40 минут команды создали совсем немного. Определяющей стала 53-я минута. Хозяева, играя в меньшинстве, пропустили шайбу. А вскоре мамонты Югры установили окончательный счёт 0-2. Это все новости на сегодня. Посмотрите выпуск сначала вы можете на нашем сайте. Его адрес – alimetevs.ru.ru Делитесь мнением о важных и интересных событиях дня в комментариях, а также пишите нам свои пожелания и предлагайте темы для новых выпусков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!